Разбирайтесь сами. Госавтоинспекция больше не будет выезжать на мелкие аварии без пострадавших. Вместо этого ведомство предлагает автовладельцам оформлять европротоколы. Условий несколько. Сумма ущерба при ДТП не должна быть больше 100 тысяч рублей. Оба водителя иметь полюса ОСАГО, а виновник очевиден. Тогда после составления протокола можно получить выплаты по страховке. За плечами профессионального водителя Сергея Бабылева уже 2 миллиона километров. Он не согласен составлять документ в случае аварии, так как уверен, должна быть третья, нейтральная сторона. Мы участники дорожно-транспоришествия, а не оформители, скажем, или как-то, как это обозвать, я даже не знаю. Ну, наверное, кто-то третье лицо должно это со своей стороны приехать и оформить, а не люди, скажем, приходишь в больницу и нам скажут, если ты не сильно болеешь, то иди сам лечись. Так же и здесь. Если машина не сильно пострадала, то сами разберитесь. Ну, наверное, все-таки третье лицо должно быть. Автоюристы придерживаются того же мнения. По словам экспертов, самостоятельное оформление документа имеет множество подводных камней. Внутренние повреждения машины могут обнаружиться позже, а бумага на страховку до 100 тысяч рублей будет уже подписана. В таком случае дополнительные деньги на ремонт водитель получить не сможет. Так же, если протокол заполнить неправильно, страховая может отказать в выплатах. Европротокол, скажем так, самостоятельно не советую оформлять, поскольку, скажем, не исключены какие-то ошибки, которые могут повлечь за собой, соответственно, либо отказ в выплате, либо просто дополнительную беготню, переделку документов и так далее. То есть мой совет всегда пользоваться услугами все-таки аварийных эмиссаров, благо, что сейчас этих аварийных эмиссаров много. Есть еще один способ разобраться в ДТП. Нужно обратиться в дежурную часть ГИБДД, составить схему аварии и сделать фотографии поврежденных автомобилей. После этого прийти для выяснения причины виновника дорожного происшествия. Все эти меры направлены на то, чтобы быстрее убрать пострадавшие машины с дороги. За создание затора можно получить штраф до 1000 рублей. Дело в том, что некоторые участники ДТП отказываются покинуть место и ожидают инспектора. Но в данном случае инспектор будет направлен на место данного автопроисшествия, и данные граждане будут привлечены к данному роду административной ответственности. И также им будет назначено время рассмотрения их ДТП. То есть дорожно-транспортное происшествие на месте оформляться не будет. Последний выход – скачать приложение ДТП Европротокол. Оно предусматривает выписку документа при ушербе до 400 тысяч рублей. Однако пока оно во Владимирской области не работает. Константин Миронов и Олег Маньков. Губерния 33. Продолжение следует...